Выгодно покупать автомобили Рено в Нефтекамске! Террамобил на Янаульской 1А Дом номер 37 по улице Ленина был сдан в эксплуатацию в 1997 году. В его строительстве принимал участие старожил микрорайона Виктор Шенда. Можно сказать, он знает это здание изнутри. Именно поэтому, услышав, как на первом этаже начали что-то усиленно долбить и сверлить, спустился разведать обстановку. Ведь если сломать стены внизу, то верхние этажи могут и обрушиться. Я этот дом все четыре года строил. Тут в среднем подъезде плиты перекрытия не пустотелые, как все остальные, а пятитонные на позапрошлой неделе. Как раз вечером шел с работы, дверь вот эту уже продолбили. Я говорю, вы что делаете? Это будет пожарный вход. Я говорю, ребят, подписывались про пожарный вход с той стороны, здесь с этой стороны. Никаких ваших нету. И зашел внутрь с бригадиром этих ремонтников. Который показал ему, я говорю, вот эти вот плиты, не вздумайте эти, ну как, столбы трогать, вообще трогать. На них, говорю, очень большой груз. Он говорит, нет-нет, по проекту вот они, да, несущие, вот это они несущие. Как оказалось, ремонтные работы на первом этаже – это еще полбеды. Со стороны двора сюда начали подъезжать грузовики с товаром. Один из них и запечатлел бдительный житель дома. Такая ситуация абсолютно не устроила горожан. Дом большой, двор узкий и парковочных мест мало. А еще на площадке часто играют дети. Пока они только начали приезжать сюда, к нам во двор, пока еще такое, потому что еще ведется ремонт этого помещения, поэтому еще полноценно сюда фуры каждый день не подъезжают. Но, тем не менее, нас даже все равно не устраивает, что если фуры будут к нам подъезжать два раза в неделю и занимать это будет 20-30 минут. Все равно у наших жителей это не устраивает. Так как это небезопасно для наших детей, создает нам неудобства тоже, что мы не можем ни подойти к подъезду, ни припарковать свою машину. Со своей проблемой жители обратились к депутату Совета городского округа Владимиру Белоглазову. В первую очередь народный избранник решил направить запрос по поводу законности проводимых ремонтных работ на первом этаже жилого дома. Они обратились ко мне. Сейчас была составлена жалоба, жалоба в прокуратуру о том, что законности этой перепланировки. На данном этапе я считаю, что раз такое большое количество людей было против, значит, акт, протокол не был подписан этими людьми, значит, эта перепланировка считается незаконным. Сейчас ждем ответа прокуратуры и администрации города. Вообще возможно решить все, любую проблему, но это финансово, только единственное дорого, мне кажется, это будет. В любом случае у собственника не будет других вариантов, потому что если жители против, мы до конца дойдем и заставим это все исправить. Этот двор примечателен тем, что не так давно жильцы сумели отвоевать территорию детской площадки, на месте которой хотели построить очередной магазин. Заблаговременно подняв шум, они написали обращение в городскую администрацию, уведомив власти о своем несогласии. Справедливости тогда добились. Мы, в свою очередь, связались с собственником помещения, чтобы узнать его мнение по поводу сложившейся ситуации. Дать интервью на камеру мужчина почтенных лет отказался, но по телефону объяснил, что данный вопрос уже решен. И что ему удалось договориться с жильцами, и все будет так, как они хотят. Действительно ли стороны нашли общий язык и помогут ли жителям местной власти, покажет время. Зульфия Амирова, Азад Давлетшин, Время новостей.